Всем привет! Мы начинаем очередную игру третьего тура. Сегодня у нас собрались игроки из верхней части таблицы. Максим Кузнецов, у которого 5 очков, Вадим Путин 5 очков и у Кости Соловьева 4 очка. До лидеров рукой подать. Тема перед вами. Первый раунд у нас как-то посложнее идет, а дальше игроки чувствуют себя посвободнее и набирают очков побольше. Так что предупреждаю сразу, не расстраивайтесь, если что-то вначале не будет получаться. Давайте с Константина начнем. Самый северный город Волгоградской области называется именно так. Не знаете? Напрягите кратковременную память. Костя? Жил. Как? Жил? Жил. Нет. Только что вся матрица была. Жирновск перед вами. Картинка у всех? Да. Художник Джордж Барретт. Название картины от вас не требуется. Просто скажите двумя словами, что изображено. И в жир, естественно, попасть. Это пейзаж Ирландии, ирландского художника. Это не грузовик, перевозящий масло, а винтокрылый летательный аппарат Максим. Автожир? Еще одна картинка. Вижу. Перед вами картина Гюстер Нуара. Парижанки в таких костюмах. Тоже жир. Восточные. Максим. В алжирских. Это алжирские костюмы. По этому запросу Google предлагает Констанцу, Мамайю, Мангалию, Вамавеке и Эфория Норд. Костя. Пляж Румынии. Браво. Браво. Первый взятый ответ. С одной украинкой у него были отношения в клубе «Что, где, когда». А еще одна стала причиной. Костя. Илья Новиков. Да. В молодости он творил под псевдонимом «Пастернак», о чем его начальница и не подозревала. Вадим. Да. Новосельцев. Да. В нем есть лузы и кий. Но стол всего метр на метр. Вместо шаров – пешки. Это морской бильярд. Называется «Новус». Это не только рассказ Аннара де Бальзака, но и сериал с Нейтаном Филлианом в главной роли. Это новобранец. Вадим. Да. Такое название носит проводимый с 1993-го фестиваля российского кино в Выборге. А еще это одно из неформальных названий Санкт-Петербурга. Кнов Европы. Эта матрица на СК заканчивается. Литературные попаданцы в Средневековье первым делом стремятся выковать себе мяч из стали названной по имени этого города. Дамаск. Да. По-другому его можно назвать «побегом на генеалогическом древе». «Отпрыск». 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 «Он бывает с открытой, дражной, гидравлической и подземной добычей». Если раньше они ассоциировались. Вадим. «Прииск». «Отпрыск». «Отпрыск». «Его не зря называют последней сладостью сезона. Ведь это отличный синий медонос. Упоминается его шотландского Максим Вереск». «Голубая полоса из тела символизирует его на флаге как Приморский город. Один из центров рыболовства и переработки рыбы на Азовском море». «Отпрыск». «Ейск». «Это Ейск». «Именно ею, по мнению Михаила Жванецкого, надо гладить тонкое женское белье». «Рукой». «Да». «Они были экранизированы уже восемь раз». «Маленькие женщины». «Да». «Этот полезный для женщин предмет используется в названии резкого поворота дороги на 180 градусов. Например, в Формуле-1». «Костя». «Шпилька». «Да». «Вот вам демонстрация. Типичная шпилька». «Российское женское фашистское движение просуществовало недолго, а штаб-квартира его располагалась в этом государстве, исчезнувшем в 1945 году. На флаге его можно при желании увидеть перевернутый триколор». «Два варианта». «Это Маньчжурия». «Окей». «В магазинах торгового квартала на Манхеттене с таким названием во второй половине XIX века закупались многие первые леди США и именитые актрисы. В 1989 ему присвоен статус исторической городской достопримечательности». «Что-то женское в названии». «Это женская миля». «Последняя тема первого раунда». «По высказыванию Оскара Уальда, он – это имя, которое каждый дает своим ошибкам». «А Пушкин назвал». «Опыт». «Опыт. Сын ошибок трудных». «Страница с ошибкой 404 этого сайта каждый раз выдает немного видоизмененные цитаты из культовых фильмов». «Максим». «Может быть, Кинопоиск?» «Не попал». «Вадим, ну, попробуем MBD». «Это верный ответ». «Название этого стихотворения Маяковского при определенных условиях можно прочесть как «Ненависть».» «Нати». «Нати, хейт». «24 июня 2013-го эта платежная система по ошибке начислила одному из своих пользователей, Крису Рейнольдсу, более 92 квадриллионов долларов». «Как вам такое?» «Ой, PayPal». «Да, Маск одно время имел к нему отношение». «Однажды Матьхинка Исаака Кольтгофа добавила в суп ее вместо соли». «Массы не справил положение, добавляя соляную кислоту, пока лакмусовая бумажка не порозовела». «Это была всего лишь сорова. Первый раунд разыгран, Максим пока оторвался, но придет досягаемости». «Саме лично про фильмы». «Так, первый фильм по частям, как обычно, уже стишок с двумя реалиями, которые два слова образуют фильм. Ну, например, там «Остров сокровища» загаданы, надо ответить «Остров сокровища». В таком главе. Поехали. Один двуногая без перья в существо, другой на Брайтон-Бич идет давно. Максим? «Человек дождя». «Да». «Пять минут, долбишь кнопку, ничего не работает». «Одно ценнее драгметаллов, другие – отпрыски баранов». «Молчание ягнят». «Да». «Одну, к примеру, на Европе или на Марсе ищем мы, с другим же, если расторопен, а ты ищешь площадь круга ты». «Ах, Костя». «Жизнь ки». «Да». «Одна актриса из Ташкента, что бабушек сыграла тьму, другую нынче в два момента скачаешь с сайта Lib.ru». «Зеленая книга». «Да». «Один из Дублина – известный романист, другой – наследник Рузвельта и антикоммунист». «Шоу Трумана». «Да». «Это не только крупнейший порт Каспийского моря и крупнейший город Максим Баку. «В этом городе родился самый титулованный теннисист Роджер Федерев. А, да?» «Может быть, Берн?» «Нет». «А одноименный…» «Базель». «Да, клуб был двадцатикратным чемпионом страны». «Такой, да. 50 на 50». «Над ней спокойно с высоты сияла луна в поэме Пушкина Полтава. Сам же город Киевской области был основан Ярославом Мудрым как крепость». «Максим». «Слушайте, а не Белая церковь?» «Белая церковь. Первый правильный ответ». «Этот город вовсе не столица государства, хоть и имеет с ним одно название. Столица же государства Северной Америки тоже город Набе – Бильмапан». «Белиз». «В США и Канаде песня об этом городе группы Бонием никогда не издавалась». «Вадим». «Бабелон». «Нет». «Из-за…» «Максим». «Белфаст». «Это Белфаст». «Немного подредактированная пословица гласит, что лучше в руках синица, чем под кроватью она». «Утка». «Да». «Это имя носил не только главный антагонист пьесы Отелла, но и попугай из Алладина Кося». «Ягу». «Да». «Как же я торможу сегодня». «Этот исполнитель по прозвищу Чиж является автором песен, вокалистом и основателем». «Чи игроков». «Чи игроков, конечно». «Какенька есть перед вами». «Перед вами эта певчая птица семейства Вьюрковых, а вовсе не футболист сборной Украины». «Коноплянка». «Да». «Именно за этот роман американская писательница Дона Тарк в 2014 году». «Щегол». «В дом Дарлингов он попал, преследуя свою тень, которую потом накрепко пришила Венди». «Максим». «Питер Пан». «Да». «По мнению автора афоризмов Юрия Сережкина, она – это мутная вода, где акулы бизнеса выгуливают мелкую рыбешку». «Коноплянка». «Да». «Эмир Кустурица» называл Сергея Параджанова «гениальным режиссером», а этот его фильм – лучшей картиной в мире, снятый до сих пор. «Это тень забытых предков». «Да». «Великий офицер Ордена Почетного Легиона Бернар Арно является не только самым богатым французом, но и одним из богатейших людей планеты. Увладеет француз этим знаменитым брендом, основанным в далеком 1854-м». Если что, деньги тут в вопросе. «Да». «С деньгами не связан». «Блин, почему-то хотелось его». «Не отбрасывая тени, мы по сумеркам плывем, не отбрасывая тени, мы на облаке живем». «Пела эта группа». «Максим все узнает». «Моя любимая группа». «Уничтожение этого генерала по прозвищу «Тень», по мнению некоторых военных экспертов, могло развязать серьезный конфликт. «Прогнозировали даже ядерный удар». «Совсем недавно это было». «Ну раз недавно, это Автар». «Нет». «Автар Машу». «О ком вы?» «Марри Поттера». «Даже если вы не смотрели сериал «Ведьмак», наверняка слышали…» «Ведьмаку отплатить чеканной монетой». данной монеты так назвали пса в англоязычном варианте эта валюта звучит пистов и твой смирит настоящее время она является разменной монетой в египте иордании и ливане серии синий забыл нет ответа на и судане все вы слышали конечно название паста это пиастр да 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 фонт и ходовая есть картинка еще картиночка вам банкноты этой страны одни из красивейших в мире печатаются на фабриках монетного двора дании из-за того что дожди там идут до 300 дней в году бадим исландия если не исландия то если так может фарерские острова я думал фарерские острова давно эта страна ну это анклав ну можно подогнать это автономия отец был олимпийским чемпионом сиднее за ним навечно закреплен десятый номер в майами сын такой славы еще не добился но получив контракт на 71 миллион за четыре года даже за неполный срок перекроет призовые отца за всю его звездную карьеру назовите любого из них ведь имена и фамилия у них одинаковые таким хардовой вы стополисты что ли да футболистов наверно таких зарплат еще нету там где крокодилы бегемоты там просто про каких-то животных чтобы к музыке подвязать я сломал 5 носов и несколько челюстей но я был никудышным боксером я не хотел одевать перчатки мои руки могли носить лишь перстни слова принадлежат этому знаменитому организатору поединков дон кинг кто был первым из них доподлинно неизвестно но последним стал манс налетчик король за стеной совершенно верно это бы игра престолов простить серийно он производился с марта 44 и менее чем за полтора года было произведено 487 машин он стал кося что-то королевский тигр совершенно верно последний тяжелый танк нацистской германии вторая часть советского телесериала шерлоки холмсер состояла из трех серий смертельной схватки охоты на тигра и этой тема короли в ранних мифах этот хранитель святого грааля был безымянным поздний фольклор дает ему имя 5 пели ас упоминается и ведьмаке костя и чем я нажал на эту ведьмакам ладно король-рабак это он так британская армия использовала песни этой исполнительницы для того чтобы отпугивать сомалийских пиратов почему-то особенно пугает их бритнисперс бритнисперс да да правильно тексты гимнов этих двух стран со схожими названиями написал один человек максим так может словакия и словения нет франциска акуни дифигерова уруглая параглай до фамилия как бы указывает на происхождение есть картиночка ирландия не единственная страна с музыкальным инструментом на гербе у этого африканского государства снизу счета барабан на вершине озера виктория танзания что-то нет гонка но танзания уже дважды звучало у нас много же 7 января 89 во время эфира этой телепрограммы артемий троицкий и тамара максимова поздравили телезрителей один музыкальный ринг до я надеюсь что мы прошли прослушивание и хитна отметил ленн после того как полиция прервала последнее импровизированное представление битлз в лондоне полиция посчитала что исполнители нарушают правопорядок поскольку выступление состоялось именно там она точно называть или достаточно описание достаточное описание я позачту на крыше они выступали на крыше на на крыше за записывающей студии мало ли у нас название здание и адрес нет решать тебе битлы парижский аэропорт назван в честь этого первого президента пятой республики шарль голь до лувр и эйфель в башню ежегодно посещают примерно по 5 миллионов туристов это же место самая популярная в париже посещают костя уже быть с собой парижской границей нет есть еще более популярная около 13 миллионов он понятно а предположу что метро тоже нет самая популярная в париже у туристов это русский диснейленд почему не мы не ложь потому что дешевле не уместится популярнее ты не себе позволяют этот фильм был запрещен к показу в италии португалии еще ряде стран последний танго в париже до лигран дрекс является самым большим европейским им и способен разместить до 2650 человек максим а я предположу что это колесо обозрения не представляю я такого колеса на две с половиной тысячи хотя его очень часто почему-то называют но большой царь парижская улица дыгрей имеет протяженность всего 5 и 75 сотых метров и представляет собой обычную ее дорогу а всего вот такая вот лесенка это улица парижская это вовсе не маленькая обезьянка а вот по-украински горилка в мультфильме ну погоди где мод предстает то в роли сторожа то прораба а в четвертом спортивном выпуске бегемоту никак не удавалось закончить эту игру он по моему в градке играл до в английском языке самец самка и детеныш этого животного расположенного на гербе одного из государств имеют собственные названия соответственно бумер флайер и джоуи какой-нибудь кенгуру как он не решился страниц историки вспоминали что с войны во вьетнаме многие солдаты возвращались с обезьяной на закорках обезьяной называли ее шизофрении нет очень хочется ответить что вьетнамская жена я уже второй будет такой ответ это уже было соус парке детская рубрика советского сатирического журнала крокодил имела такое название с отсылкой героем чуковского называлась у татоши и кокоши последняя тема конце 90-х прошлого века он являлся продюсером сериала доктор угол игору угольников с 2013 эти две восковые копии в музее мадам тусо стояли рядом однако шестнадцатого их развели по разным углам и ты ты джали до после развода их раздвинули из-за аномального количества осадков южная чили и западная колумбия получили такое название какой-нибудь дождливый угол поможем просто мокрый угол сумма углов треугольников геометрии эвклида всегда равна 180 градусам геометрии лобачевского меньше 180 а в его геометрии костя рима до мана допуешь последней темой последняя картинка последний вопрос есть картинка этот геодезический прибор с немецкого опрокидывать и линейка один нивелир нет это не нивелир за тексты не видно вопросом воду ну это он пропадает когда первый игрок предположил бы что секстант вроде немецкой это кип регель с немецкой всем спасибо максим у нас устанавливает кому рекорд пока увидимся еще дважды это только середина игры всем пока м м м м м м м Продолжение следует...